Тема номер 15. В поисках Южной Земли. С завершением эпохи, великих географических открытий, история великих путешествий отнюдь не закончилась. Необъятные пространства Мирового океана ждали своих первооткрывателей. Как была открыта Австралия? По мнению античных ученых, для того, чтобы уравновешивать избыток суши на севере, в Южном полушарии должна существовать огромная Южная Земля. Ее отщетно пытались отыскать многие морские экспедиции. Зато их капитаны открыли, описали ряд островов Тихого океана. Первыми берега Австралии, а от латинского Южной, настоящего Южного материка, посчастливилось увидеть голландским мореплавателям в первой половине XVII века. Подробные описания берегов этой земли появились после экспедиции Абеля Тасмана, года жизни 1603-1659 годы, который обогнул Австралию с юга, открыв остров Тасмане и острова Новая Зеландия. Крупный вклад в изучение Южных морей внес во второй половине XVIII века Джеймс Кук. Он доказал, что Новая Зеландия – архипелаг, состоящий из двух островов, и составил подробную карту его берегов. Он первым из европейцев прошел вдоль восточного берега Австралии и доказал, что Южной земли не существует. За свою жизнь Джеймс Кук возглавлял три кругосветных плавания. Последней его экспедиции должна была найти северный проход из Тихого океана в Атлантический. Этому помешала сложная рядовая обстановка. Кук готовился предпринять вторую попытку, но был убит туземцами на Гавайских островах. Как была открыта Антарктида и достигнут Южный полюс? В своих воспоминаниях Джеймс Кук писал, «Я обошел океан Южного полушария на высоких широтах и совершил это таким образом, что неоспоримо отверг возможность существования материка, который, если и может быть обнаружен, то лишь близ полюса в местах, недоступных для плавания». Менее чем через 50 лет это утверждение было полностью опровергнуто русскими мореплавателями Фадеем, Фадевичем, Белинсгаузеном 1778-1852 и Михаилом Петровичем Лазаревым 1788-1851. В 1820 году корабли под их командованием подошли на расстояние всего в несколько километров к берегам Антарктиды. Таким образом был открыт последний материк Земли. Можно только восхищаться искусством российских флотоводцев, которым на деревянных парусниках приходилось лавировать у берегов ледяного материка среди огромных айсбергов при сильнейшем встречном ветре. Сплошь покрытый льдом, самый холодный, самый темный и самый ветреный материк завладел умами людей и прежде всего манил к себе Южный полюс, расположенный почти в центре самого южного материка планеты. Однако его достигли лишь спустя 90 лет после открытия Антарктиды при довольно трагических обстоятельствах. В природном отношении Южный полюс ничем не отличается от окружающей территории. Это точка в ледяной пустыне, которая простирается на сотни километров вокруг. И все же в нашем воображении это совершенно особая точка земного шара. Здесь проходит земная ось и сходятся все меридианы. Здесь нет ни востока, ни запада, а всюду север. В октябре 1911 года, когда в Южном полушарии была весна, на штурмполюса примерно в одном и том же направлении выступили две экспедиции. Одну возглавлял норвежец Руаль Амундсен 1872-1928, другой англичанин Роберт Скотт 1868-1912. Обеим группам предстояло преодолеть без малого 2500 километров по изрезанному глубокими расселинами открытому всем ветрам ледяному куполу Антарктиды. Руаль Амундсен на собачьих упряжках сравнительно быстро достиг полюса и вернулся в базовый лагерь. Роберт Скотт к великому своему разочарованию пришел к полюсу на месяц позже норвежцев. По дороге его партии собирала геологические образцы и вела метеорологические журналы. Скотту очень трудно далась дорога к поставленной цели, а возвращение и вовсе завершилось трагической экспедиции пропало. Тела Скотта и его товарищи несколько месяцев спустя нашла поисковую партию на расстоянии одного дня пути до склада с продовольствием и горючим. В найденных дневниках Скотта есть такая запись. «Мы шли на риск. Обстоятельства роковым образом повернулись против нас. Никто на свете не мог ожидать той температуры, того состояния пути, какие мы встретили в это время года. У нас довольно регулярно днем было минус 34, ночью минус 44 при постоянном противном ветре. Капитан Скотт стал для англичан примером стойкости, мужества, целеустремленности. На кресте, воздвигнутом на побережье Антарктиды, рядом с базой экспедиции Скотта, в память об этом отважном человеке процитированы известные вам слова. Бороться, искать, найти и не сдаваться. Как начиналось изучение арктических широт? Арктику начали осваивать скитобои и рыбаки, а первым ученым, который исследовал эти суровые края, стал норвежец Фридьоф Нансен. Годы жизни 1861-1930. Анализируя характер морских течений и движений льдов, Нансен пришел к выводу, что в Северном Ледовитом океане нет крупных массивов суши. Проект Фридьофа Нансена дрейфовать на сундне вместе со льдами был сначала поднят на смех, но по завершении экспедиции сделал его одним из самых знаменитых полярных исследователей. И дрейфующие станции теперь действуют во всех районах Арктики. Самую первую из них в 1937 году возглавил русский полярник Иван Дмитриевич Папанин. 1894-1986 годы жизни. Считается, что Северный полюс первым покорил в 1909 году американский офицер Роберт Пири. Годы жизни 1856-1920 годы. Передвигавшийся на собачьих упряжках. В течение 20 века на Северном полюсе побывали многочисленные самолеты, ледоколы, даже подводная лодка.